Усадьба Утешения находится в живописном местечке Кенгисепского района Ленинградской области, в окружении леса, небольшого озера и реки Сумы. Основал усадьбу Иван Львович Альбрехт, полковник лейб-гвардии Семеновского полка в начале 1830-х годов, в память о скончавшемся сыне Альбрехтов Александре Ивановиче, герое Отечественной войны 1812 года. Этим печальным событием обусловлено наименование усадьбы. Альбрехты искали утешения, очереды неудач и семейных потрясений. Главный дом формирует ощущение спокойствия, уюта и камерности. Его удачное расположение на возвышенности, близ глади воды, сформировало новый акцент на карте местности. В сочетании с расположенным в близлежащем селе Радщина церковью, утешение становится выдающимся архитектурным памятником Кингисеппского района. Усадьба пронизана духом романтизма и в стилистическом плане приобрела черты эклектики с уклоном в английскую готику. С небольшого балкона и террасы открывались виды на спокойные окрестности, озеро и водяную мельницу. Служебные постройки, частично руинированные, гармонично вписаны в окружающую территорию, формируя законченный ансамбль. Мне удалось не только отснять усадьбу с воздуха, но и пройтись по ее пустынным залам. После очередной трагической смерти наследника Альбрихтов усадьба перешла в ведение его сестер. Последним известным владельцем имения стал Николай Ричардович Трувеллеров, сын одной из сестер Альбрихтов. В послереволюционные годы усадьба утешения была экспроприирована и использовалась как больница. Сегодня она сдана в аренду. К сожалению, восстановительные работы, начавшиеся здесь с целью открытия частного санатория, приостановлены. Уже упомянутое мной село Ратчино в нескольких километрах от утешения было также выкуплено Альбрихтами. Село впервые упомянуто в 1500 году, однако история Ратчинского погоста куда дольше. Здесь находится один из древнейших могильников. В наши дни прямо по местам захоронений проходит автодорога. Еще одна его часть занята пахотой, что привело к необратимым утратам. Тем не менее, проведенные на этих местах археологические раскопки открывают детали на многогранный быт местного населения, показывают, как переплетались культуры России и Прибалтики. С находками можно ознакомиться в музее усадьбы Рериха. Позднее, в 17 веке, на шведских картах Ингерманландии село фигурировало под наименованием Ратсена, а после стало центром Ратчинской волости. Сегодня это придорожное маленькое поселение с постоянными жителями в количестве порядка 40 человек. Тем не менее, церковь Георгия Победоносца, построенная в 1906 году в псевдорусском стиле, кажущаяся заброшенной, находится под присмотром. За ней ухаживают, идут неспешные восстановительные работы, регулярно проходят службы. К сожалению, интерьеры не сохранились, а остатки фресок практически неразличимы. Возвращаясь к истории рода Альбрехтов, которым также принадлежал масштабный архитектурно-парковый ансамбль в котлах, он заслуживает отдельного рассказа. Хочется отметить, что они внесли необратимый вклад в развитие поселений Кингисепского района. Если вы отправитесь в путешествие к этим местам, прошу вас уважительно относиться к памятникам истории архитектуры. Больше информации о заброшенных усадьбах вы можете найти в моей группе ВКонтакте, заброшенные усадьбы и то, что от них осталось, инстаграме photo.gta. Если вам понравилось видео, подписывайтесь и комментируйте, я с радостью читаю все ваши отклики. Удачных поездок!